Когда за горизонтом скрылись последние участники регаты, акватория Онега опустела. Увидеть здесь множество парусов можно лишь раз в году. В остальное время на Онежской воде не заметишь яхтсменов. В прибрежном Петрозаводске куда-то исчезли люди, которые умеют покорять волны. Яхтенный спорт стал уделом избранных, но кажется, что одно из крупнейших озер Европы достойно большего. В этом году регата потеряла статус этапа Кубка России. Поэтому визит на Онега стал необязательным для известных яхтсменов. А просто так заглянуть на красивую гонку – дорого. Романтика морских приключений разбивается о быт. От парусов сегодня отказываются даже самые богатые. Бизнесмены не хотят, я не знаю, жалко ли, черт знает. Считается, что парусный спорт – хобби олигархов. Александр Высоких, кондопожский пенсионер. В свой восход он вложил уйму денег и сил. Я ее брал и в рассрочку, и копил, и до сих пор достраивает. То есть я взял полуфабрикат, взял один пластик. А потом это все сам потихонечку ставил. Это все самодельно, это все, да. Ну, сам все делал, если честно. Матча там 12 метров, посмотри, какая мощная. Яхта стоит, как хорошая квартира. Годовое обслуживание – сотня тысяч рублей. Роскошь элитарного спорта в Петрозаводске соседствует с нищетой. Яхты ценой в миллионы рублей пришвартованы к самодельному пирсу. Он сколочен руками местных энтузиастов. А так выглядит Петрозаводское здание, которое когда-то называлось морской школой. Здесь могли бы учиться дети. Инфраструктура для парусного спорта в прибрежном городе выглядит обреченно. Но дело не только в материальном. Кончается энтузиазм. Несколько лет назад победители регаты подарили три яхты детской парусной школе. Осталось найти тренера. К сожалению, на сегодняшний день мы не смогли найти специалиста, который мог бы работать с детьми. Научить азам яхтинга могут разве что в частных клубах и за деньги. Минспорт республики финансово не поддерживает яхтсменов. Весь груз, трат на подготовку к гонкам лежит на участниках соревнований. Это при том, что в парусном спорте идет вечная гонка вооружений. Чем дороже парус, тем быстрее яхта. Цена вопроса – 3000 долларов. Люди отсеиваются. Дело-то здесь больше не в деньгах, а дело-то больше в голове. То есть сама регата – это не только яхты, но еще и люди. То есть на каждую яхту 4-5 человек экипажа должно быть. А их просто нет. То есть ходят по одному, по два человека на яхтах. То есть вот выходишь за Ивановские острова, там нету никого. Федерация парусного спорта предлагает, как это ни странно, отодвинуть рекорды и победы на второе место. Когда-то парусный спорт был тусовкой и приятным досугом. Это отдых. Это отпуск, это отдых. И на это нужно делать ставки. И поэтому, когда люди будут отдыхать, собираться, общаться, и, соответственно, пойдет больше народу, не надо стремиться за гонками вооружений. На сегодняшний день в гонке по акватории «Онега» приняли участие всего 17 яхт. Количество экипажей по сравнению с прошлым годом сократилось практически вдвое. Александр Гнетнев, Владимир Волотовский, телеканал «Ника плюс». «Онега»